Итак, как проходят сделки с искровых счетами? 1 июля 2019 года вступили в силу поправки в законодательство о долевом строительстве жилья. Говорили об изменениях весь последний год. И вот все же случилось. Засрочники перешли на схему финансирования с применением искровых счетов. О том, как это повлияет на оформление сделки, расскажу я, эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. В чем же суть системы? Итак, с начала июля этого года застройщики обязаны аккумулировать средства, получаемые от граждан в качестве оплаты за строящиеся жилье на специальных счетах. Они и называются искровых счетами. Теперь между застройщиками и покупателями есть посредник в виде банка. Деньги поступают на счет в банк, но застройщик не может ими воспользоваться до окончания процесса строительства. Это изменение было внедрено для того, чтобы исключить появление новых обманутых дольщиков. Искрову вместе с ДДУ. Важно понимать, что реализация недвижимости с применением механизмов искровых счетов не подразумевает отмины ДДУ, договора долевого участия. Сейчас стали противопоставлять эти два понятия, но это неверно. По факту поменялся только алгоритм расчетов между покупателем и застройщиком. Как работает новое правило? Сейчас рынок находится на начальном этапе работы по новым правилам, ведь только стартовались сделки по новой схеме. Значительного опыта у застройщиков, банков и покупателей еще нет. Делать выводы пока сложно. Однако уже можно отметить, что серьезных сложностей и изменений в процессе покупки квартиры в новостройках не наблюдается. Дополнительным условием для покупателей стала лишь необходимость обязательно открывать в банке счет, который после регистрации договора долевого участия и станет счетом Искрова. Как Искрова считает, влияет на срок оформления документов? На оформление сделки стало уходить немного больше времени. Это коснулось в основном тех покупателей, которые вносят 100% оплату из собственных средств, поскольку в этом случае потребуется дополнительное посещение банка. Для тех же, кто берет ипотеку, практически ничего не изменилось. Тем более, пока показывает практика, чаще всего обращаются за ипотечным кредитом в тот банк, который финансирует выбранный объект. Поэтому все процессы осуществляются в рамках одной структуры. При этом незначительное увеличение сроков оформления сделки компенсируется абсолютной прозрачностью процедуры, а также дополнительными гарантиями от банка. Как же все-таки проходят сделки? Процесс покупки жилья в новостройке по новому алгоритму начинается, как и раньше, с выбора объекта и получения консультации. Если клиент определился, то он заключает ДДУ застройщиком, после чего при участии банка, финансирующего конкретное строительство, подписывается специальный договор на открытие искрового счета. Затем покупатель переводит деньги на счет при заключении ДДУ. С привлечением ипотеки средства перечисляет банк, оформивший заем. После поступления денег на открытый искровый счет происходит регистрация ДДУ. Стоит отметить, что новые правила реализации жилья предполагают подписание четырех экземпляров договора, а не трех, как было ранее. По экземпляру достается застройщику, покупателю, регистрационной палате и банку. С вами был Евгений Корсакин. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на меня, ставьте лайки и пишите ваши вопросы в комментариях. До новых встреч, друзья!